Хэй-хэй! Здорово, народ! Какие дела? С вами Сергей Холе, вы смотрите канал Хелплей! Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что сегодня мы с вами продолжаем проходить замечательную юмористическую игру, но, правда, немножко странную, под названием Андрутейл! В предыдущей серии мы с вами встретили цветка наркодилера, и, в принципе, описание предыдущей серии уже можно закончить было бы на этом, но нет, ещё был говорящий камень, потом жаба, лягушка, у которой что-то болталось между лап, и говорящая корова, гигантская! На самом деле она говорящая коза, судя по вашим комментариям на ютюбе, но для меня она всегда останется коровой, вот такой вот я парень, всегда иду против системы! Ну и ещё небольшая инфа, друзья, перед тем, как мы продолжим, мне прислали переводчики этой игры, новую версию перевода, она уже дошла до версии бета, исправлено множество ошибочек, поэтому совсем скоро уже, можно, наверное, сказать так, она выйдет в массы к людям, и каждый сможет его скачать! Найти перевод вы сможете на сайте zoneofgames.ru, но если вам там неудобно копошиться, вы можете найти перевод также в группе переводчиков, которая находится вконтакте, ссылка на всё это находится внизу, в описании, поэтому переходите, вам легко и просто, и сразу получите уведомления о новом переводе! Ну а сейчас давайте поднимем наши бокалы, чтобы этот цветок, который перед нами, не стал наркодилером, а то сейчас цветки одни торчки до наркодилеры, врачи! Ладно, друзья, поехали продолжить! Итак, остановились мы с вами здесь, ничего я здесь делать не смог, поэтому пойдёмте дальше! Так! Это... Привидение с глазами? Рррр... Рррр... Ррр... Он уже ушёл! Призрак продолжает повторять, хррр, слух, делай вид, что спит! Подвинуть его силой? Ам... Нет! Блин! Ясно. Я думал, что, типа, быть хорошим, знаете, типа, не двигать его силой, потому что что-нибудь произошло. Но нет, видимо, придётся, придётся двигать его силой. Подвинуть его силой? Придётся, давайте. Опа, и драка. На сцену выходит Набстаблук. Он, он грустный. И у него даже, вот как носик есть и рот. Может быть, это мужик в простыне? Так, действие. Давайте его флиртовать, поддержать, украшать. Нет, давайте поддержим его. Смотрите, он грустный. У него день не заладился. Я Набстаблук. У меня день не заладился. Поддержим, давайте. Мы настойчиво улыбнулись Набстаблук. Здорово. Он плачет. Хорошо, будем его поддерживать. Набстаблук выглядит немного лучше. Действие. Поддержать. Вы рассказали Набстаблуку шутку. А я, вы знаете, хорошо умею шутить. Нет, не умею, ладно. Я не в настроении сейчас для этого. Измените. Абонисменты. Кажется, снова улучшили настроение Набстаблука. Действие поддержать. Набстаблук хочет кое-что показать вам. Дай попробую. Что он делает? Я называю это Опрятноблук. Тебе нравится? Набстаблук. Набстаблук. Набстаблук с нетерпением ожидает вашего ответа. Набстаблук здорово. Я вообще люблю такие шляпки. Конечно, поддержать. Ой, эй. Обычно я прихожу в руины, потому что здесь никого нет. Но сегодня я встретил кое-кого славного. Ох, я снова бессвязный. Я уйду с твоего пути. Что? Что? Ладно, хорошо. Мы встречали милое грустное привидение. Так, наверх и направо. Дайте направо. Так, что это? Паучья распродажа выпечки. Все деньги, вырученные с продажей, пойдут настоящим паукам. Ага, оставить 7 монет в паутине? Место 4-8? Ну, допустим, да. Несколько пауков сползли вниз и дали вам пончик. Замечательно. Так, а еще могу? Так, и еще могу. Так, несколько пауков сползли и дали вам пончик. А это что? А, это 18 монет. Здесь, видимо, дадут что-то покруче. И 6 мест. А, они общие, видите? Мы могли сделать только 4 покупки с вами. Понятно. Хорошо. А что, что такое за вот эта вот штука? Паучий пончик. Паучий пончик. Лечит 12 АЗ. В тесто добавили паучьего сидра. Буду надеяться, что сидр у пауков то же самое, что и у людей, да? Так. О, господи. Фрогет. Разве вы пропустите это? Паучья распродажа выпечки вниз и направо. Заходите и отведайте еду, приготовленную паугами для пауков из пауков. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Из пауков нет. Какой ужас. Пауки злые оказались. Ха-ха-ха. Недовольные фрогеты. Ну-ка. Ква-квай. Мои друзья никогда не слушают меня. Всякий раз, когда я говорю, они пропускают мои слова, нажимая X. А я Enter нажал. Верно. Нажимая X. Ха-ха. Ох, и ты тоже. Я понял. Это такая подсказка, я так понимаю. Ква-квай. Я слышал F4. Может, сделаю тебе полный экран. Это звучит угрожающе. F4 сделает тебе полный экран. Понял? Ну, Дио. Ха-ха-ха. Хорошо. Ну, что означает F4? Чё-то, ну, четыре фрогета? Я всегда видел максимум трёх фрогетов в этой комнате. Это трудно, мягко говоря. Ква. Кстати, да, смотрите. Здесь как бы место прям ещё под одного фрогета. О, звонок. Алло. Я только что поняла, что уже давненько не убиралась. Я не ожидала кампанию так скоро. Наверняка тут и там валяются разные вещи. Можешь взять их. Но не бери больше, чем необходимо. Когда-нибудь ты можешь увидеть что-то, что тебе сильно понравится. Тогда ты захочешь, чтобы у тебя было место в карманах для этого. А-а-а. Это типа у нас... Это типа намёк на то, что у нас может инвент... Ну, инвентарь заполнится? Или... Ну, вроде бы да. Так, а этот фрогет? Ква-ква. Слышал, ты довольно милосерден для человека. Конечно же, ты уже знаешь, что монстров с жёлтыми именами ты можешь пощадить. Что ты об этом думаешь? Я сказал полезно. Это довольно полезно, да. Помни, пощада значит только то, что ты не хочешь драться. Возможно, когда-нибудь тебе придётся пощадить, даже если их имена не будут жёлтыми. Опа, это хорошая информация. То есть я могу кого-то пощадить, даже если имена не жёлтые? А-а-а, это интересно. Так, у нас здесь МИГОСП под ползлижет. Так, мы можем сразу пощадить вот это. Двигай ручками, детка! Это... Это всё? МИГОСП абсолютно плевать. Пощадить. Ха-ха-ха-ха. Замечательно! Замечательно! Хорошо. Здесь лишь один переключатель. Так, ладно. Это вот, видите, ямы. Так, а переключателя нет. Я понял. Начнём где-то под ямой. МИГОСП... Так, хорошо. Пощада, да. Хорошо, когда никто не мешает. Стой, потанцуй давай. МИГОСП абсолютно плевать. Я заметил. Так я... Давай. Доже. Какой, какие монстры. Просто. Игра блещет колоритом. Это просто офигенно. А, вы почти угадали. Смотрите, наверху рычаг. Наверху. Ой, я поднялся. А там было привидение. Постойте. Надо с ним, наверное, что-то сделать. То есть мы не зря сюда упали. А ещё, смотрите, какая-то редька вот там. А, я упал в яму. Теперь я не могу подняться. Иди без меня. Подожди. Призраки умеют летать. Не могут ли они просто... О, ладно. Какой странный фарень. Я просто не могу. Так, здесь какая-то редька находится. Давайте попробуем взять. Овощник вылез из-под земли. Что? Так, оценить, говорить, съесть ужин. Погодите, а в чём разница съесть и ужин? Ужин мы типа предложим ему поужинать? Съесть, это попытаться его съесть. Но мы же добрые. Или говор... Давайте предложим поужинать. Вы хлопаете по животу. А, нет, это не то. Овощник предлагает здоровую пищу. Ешь свою зелень. А, смотрите. О, я понял. Я взял его. Овощник здесь ради твоего здоровья. Ну-ка. Да. Офигеть. Вы победили, получили... Кстати, четыре монеты дали с него. Офигеть. Офигеть. Короче, его надо прищадить вот так. Ну, типа ужин, а потом, как бы, забрать зелёную штуку. Так, с этими легко. Нам деньги понадобятся. Кстати говоря, возможно, нам стоит докупить там до конца сладости. Ну, полностью заполнить. И, может быть, чего-нибудь будет. Я не знаю. Потому что там не зря же там, ну, количество, да? Там столько и стаки. У нас, кстати, 11... Так. Вот здесь, Арчак. Так, да. Ай, смотрите, ещё одна... Ещё одна эта штука налево. Хорошо. Так, мы с вами открыли. И пойдёмте... Ай. Так, это... Давайте, это мы выренько разберёмся. Ча-ча-ча. Ха-ха-ха-ха-ха. Он много танцев знает. Жалко, что он всё танцует одинаково. Ха-ха-ха. Мне, господи, абсолютно плевать. Они такие хорошие монстры, я не знаю. Так, вот здесь вроде бы, да? Так, что будет? Вот я их сейчас собрал. Овощник вылезет из-под земли. Так. Действие. Овощник. Ужин. Давай, давай, давай. Предлагай здоровую пищу. Хороший. Ешь свою зелень. Он такой улыбчивый. Ай. Ладно. Ничего страшного. Но на самом деле его не просто вот так вот, ну, сделать. Видите, надо ловить зелени. Это опасно. Опасно. Зелень это опасно. Говорят, зелень полезна. Я говорю, зелень опасна. Сергей говорит, нет зелени. Хочу посмотреть тут. Где третки? А, тут что-то другое. Вы нашли потускневшую ленточку. О, это интересно. Так, погодите. А на правой там ничего не... А, нет, я бы увидел. Так, давайте. Так вот сделаем. Ведь я самый лучший. У него еще и самомнение не хреновое. Давай, давай, давай. Деньги нам нужны. Посиди. Да. Я победил. Так, хочу еще сюда спуститься. Вдруг тут точно чуть-чуть в уголку я не увидел. Нет, все. Слушайте, мы нашли какую-то ленточку. А, кстати, мы же можем ее посмотреть. Что это? Потускневшая ленточка. Защита 3. Если вы мило выглядите, монстры не будут вас... Бить вас так сильно. Ха-ха. А я могу это одеть. Стоп. А как? Стоп. Броня би... А, использовать. Точно. Круто. Я себе наконец-таки нашел новую эту. Вы экипировали ленточку. Я теперь милашка. Ха-ха-ха. Ну-ка, дайте посмотрим. Ээээ... Да, потускневшая ленточка. Круто! А могли бы пропустить. Здорово. Так, здесь какие-то чуваки стоят? Или что это? Дальняя дверь не является выходом. Она просто показывает поворот в перспективе. Эээ... Так. И? Если вы можете это прочесть, нажмите синий переключатель. Так, ну здесь только зеленый и красный. Ааа, я понял. Да. Окей. Вы услышали щирчок. Его спрятали. Я уже привык здесь в игре. Ну, стоит ожидать вот таких всяких головоломок, загадок. А пара овощников вылесли понятненько. Слушайте, блин, а с ними сейчас будет, ну... Сложно. Хорошо, ужин. Предлагай здоровую пищу. У них сейчас, наверное, атака вообще будет нереально сильная. А, о, отлично. Опа, нормас. Так. Пощада. Поехали. Отлично. Свежий утренний перекус. А вот сейчас он не выбросит? А, нет, смотрите. Сейчас он зеленую не выбрасывает, если мы ему не говорим. Ужин. Здорово, давай. Давай, давай, выкидывай. О, огурец. Ох, отлично. Сила земли. Пощада. Все. Слушай, я спрямился. Даже, даже, даже не потратил всех обчанских. Так, пошли дальше. Окей. Так. Если вы можете это прочесть, нажмите красный переключатель. Так, синий, зеленый. Кра... А, ого. Глазастик и компания решили подразнить вас. Ха-ха. Школьные хулиганы. Погодите, а Глазастик? Оценить, дразнить, не дразнить. Допустим, не дразнить. Наконец-то хоть кто-то понял это. О-о-о. Смотрите, сколько атак. Нифига. Так. Отлично. Глазастикой я избавился. Берегите Роя. А этот парень какой-то стрёмный, он больше не танцует. Он когда в компании-то, смотрите, такой бодренький, да, такой. Выпендрёжный. Так, слушайте, нам будет сложно забрать. Так, слушай, а с Мегоспом? Он, если я поговорю с ним вот до овощника, что будет? Не моя забота. Охренеть. Что-то он вообще злой пипец. Так, а, ну да. Так, действия тогда. Овощник придётся его одного оставить, иначе, видите, он злой становится. Ужин. Будет трудно взять, потому что по бокам мы не можем ходить. О, есть. Потому что там эти мошки. Так, пощада. Ведь я самый лучший. У него изменилось выражение лица. Он был злым, а сейчас он стал добрым. Неужели тут в этой игре и за выражением лица надо следить? Видите, он был злой? Он как бы, по сути, нам уже давал знак, что не получится ничего. Так, а что они там сказали? Какую я уже забыл? Эм, красный. Всё. Понятно. Давайте. Здесь, по крайней мере, он прямо перед нами. Нажать. Да. Вы услышали щелчок. Ну, пока что-то довольно просто всё. Если вы можете это прочесть, нажмите зелёный переключатель. Понят... А-а-а. Они их вот... Они двоих... Двух спрятали. И тот, и тот. Так. Я понял, что надо сделать. Нам надо вернуться назад и... Посмотреть, какой очерёдности они. Так, действия. Не дразнить. так нормально тихо тихоньки так 1 давайте зашибись хватит таращиться парень кстати как его обижали уже задолбали все действия не дразнить давай 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 осталось тебя пощадить все слушайте вы с вами много денег набили может быть надо вернуться к паукам закупиться у них так а да надо вернуться красный а все ясно синий зеленый красный синий да и они здесь тоже видите с синего начинают значит это зеленый да 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 все верно но опять драка но с ними кстати говоря полезно драться потому что мы с вами деньги получаем так овощник ужин такие монстры с ума сойти так зель да да ты смеешься ну конечно я не взял бы там вот блин вот такие кстати говоря моменты они опасные ай все-таки меня зажали да да и свеча он цикло просто оказывается я думаю что он добрый а это он просто тут он просто цикло он просто цикло короче хорошо а может стать говорят там будут дальше пауки пойдемте я думаю магазин то должен быть еще раз по-любому или нет как ты сумел добраться сюда дитя мое ты ранен ну ну я подлечу тебя не стоило оставлять тебя одного надолго было безответственным пытаться сделать тебе сюрприз таким образом что же полагаю я больше не смогу скрывать кстати говоря знаете что я понял я только что понял что то обозначению пауков мы же когда подошли там уже была цифра 4 вопроса не в голову толпанула это место в нашем инвентаре она же нам еще говорила типа что не бери все и так далее это место нашего инвентаре это не количество покупок который мы должны сделать а количество мест все то возвращаться не надо что я тоже полагаю я больше не могу скрывать это пойдем дитя как синело меня куда черное дерево всякий раз когда это старое дерево растет листья но падает как и любое дерево любование таким милым аккуратным домом в руинах придает вам решимости так сохранить да кстати вот здесь мы должны пойти к ней а там был еще один проход справа может быть там паучки я бы все говоря купил эти штуки они же вот как должны лечить кого-то только между нами двумя я видел как тори вышла отсюда не так давно она несла какие-то продукты я не спросил для чего они и все слишком запуганы чтобы говорить с ней по запуганы почему вау типа видно вы нашли игрушечный нож опаньки а это еще офигеть как я не зря сюда пошел так о чем делает атака 3 но мы же на самом деле для нас он бесполезен потому что мы с вами не сражаемся все мы с вами не бьем никого поэтому поэтому нам не нужен мы все решаем деловито с помощью разговоров с помощью дипломатии искусство языка хотите называйте так сохраниться еще раз давайте пойдемте ты чувствуешь этот запах сюрприз это и рисково коричневый пирог и рисково коричневый пирог я бы и чувствуешь запах а понятно я подумал мы можем отпраздновать твое прибытие хочется чтобы ты хорошо провел время находясь здесь я пока оставлю пирог до вечера пойдем у меня для тебя есть еще один сюрприз какой у нее сушки я не думаю хоромы там лежит старый календарь начала 2000 какого-то года так эти книги потрепанные должно быть их читали много раз тут еще проход вниз есть ладно пойдет сначала туда вот и он твоя собственная комната я надеюсь тебе понравится какой у нее огромный дом что-то подгорает чувствую себя как дома до подгорает моя задница например особенно когда катки сливой штатки можете жить в этом доме кстати говоря вы уже видели такие цветы раньше но не знаете как они называются да хорошо а это что то я в комнату вошел чужую по так потом надо будет исследовать погодите что-то еще есть внутри ящика находится семена цветов и несколько сломанных мелков вы уже видите так понятно но не знать как они называются это ты комната на ремонте ясно давай-то сюда войдем а кстати погодите же могу просто войти мне ну-ка нет нет не могу было бы интересно что там ремонтирует просто обычное старое ведро с улитками это дневник тори и прочесть ответ обведенный отрывок мне кажется неприлично нет я же буду себя хорошо вести не надо маленький стул тори и его зовут стури и ах кактус настоящий цундыры среди растений вы заглядывайте внутрь возмутительно это ящик с носками тори и энциклопедия подземных растениях вы открыли посередине рогоз группа цветущих болотных растений с коричневым выдвинутым початком более известным под именем камыш так это же определенно крупнее чем двуспальная кровать погодите так это же прям как вот это вот они вот это вот да о это же камыш вот это хорошо прочитали узнали взгляните на эти классные игрушки они совсем вас не заинтересовали ой я лег спать а я думал я просто про кровать что-то скажу а мы уснули так здесь кто-то оставил шляпу вы несете слишком много так стоп у меня типа палка би а я же могу я могу это выкинуть это же старая это да все я могу это выкинуть палку и так далее это же мой старый моя старая экипировка вы вы бросили палку на землю где такого мусору не место вы нашли кусок а это кусок и рискового коричневого пирога как шляпа прям похоже так могу еще что-то посмотреть пустая фоторамка она вся в пыли сундук с детской обувью разных размеров а я включил свет так все я ничего больше не могу хорошо пойдемте назад мы не были внизу мы не были еще налево а она тут читает так исследуем сначала всем инструменты опущены концами вниз для их безопасности книга по истории одна из случайных страниц оказавшись в ловушке барьеры и испугавшись дальнейших нападений людей мы отступили далеко далеко вглубь земли мы шли пока не достигли конца пещеры это место стало нашим новым домом и на и мы новым домом и мы назвали его дом наш король велик но придумывать название у него не получается вернее у него получается так себе огонь не обжигающий горячь лишь приятно согревающий уже проснулся дитя ты не представляешь как я рада что ты здесь со мной тут так много старых книг которыми я бы хотела поделиться и я хочу показать тебе мое любимое место для ловли жуков я также подготовила план твоего обучения ты удивишься но я всегда хотела быть учителем хотя возможно это и неудивительно тем не менее я рада что ты теперь живешь здесь ах ты что-то хотел в чем дело когда я могу ничего пойти домой что теперь это твой дом хочешь послушать о чем я сейчас читаю книга называется 72 факта об улитках хочешь послушать как покинуть руины как насчет удивительного факта улитках знаешь ли ты и что улитки имеют похожий на пилу язык называемый раду радулой интересно а если отвечу ага ага что ж позови меня если тебе что-нибудь понадобится так а погодите что такое как покинуть руины мне нужно кое-что сделать побыть здесь по размеру как раз для тори и она ушла хорошо по каким-то причинам холодильнике лежит другой шоколад а дорогой я так и подумал что я это мне показалось дорогой краски решил перечитать в раковине застряла немного белого меха в буфете стоят формочки для печенья виде пряночных монстров размер пирога пугает вас настолько что вы не решаетесь его съесть плита очень чистая похоже тори или используют огненную магию вместо нее кстати о пироге погодите во первых паучий пончик да это 12 он лечит надо запомнить эти вещи и чё делать риски вы пирог максимум азе восстанавливает пирог с рисками и корицей один кусок так хорошо вроде бы все она не пришла сюда пойдем туда вниз пойдемте вниз бегаем ты хочешь узнать как вернуться домой не так ли впереди нас находится конец руин единственный проход в остальную часть подземелья я собираюсь разрушить его никто не может выбраться не сможет выбраться снова теперь будь хорошим ребенком и поднимись наверх так погоди-ка корова ты обезумел у тебя корове бешенство хотя ты и коза каждый человек что падает сюда встречает одну судьбу я вижу это снова и снова они приходят они уходят они умирают ты наивное дитя если ты покинешь руины он асгар убьет тебя я лишь защищаю тебя ты это понимаешь иди в свою комнату так погодите я не хочу идти в свою комнату не пытайся меня остановить это последнее предупреждение для тебя какая-то корова злая становится ты так сильно хочешь уйти ты такой же как и остальные есть только одно решение этой ситуации докажи докажи мне что ты достаточно силен чтобы выжить смысле офигеть она с нами драться собирается то ли преграждает дорогу она настолько толстая что вы не видите лазейк чтобы прошмыгнуть мимо нее хорошо хорошо так действия мы сейчас все решим разговором то ли успокойся говорить вы не можете придумать хоть какую-либо либо тему для разговора да господи это был я не готов я понял задница а торрит смотрит сквозь вас я вообще был не готов такой так говорить вы пытаетесь придумать что сказать снова но до твою налево вот так ладно это предсказуемо хорошо вот так вот да так ух отлично то есть торриль смотрит сквозь вас действия торриль говорить иронично но похоже разговор не повли не является решением данной ситуации так погодите смысле не является торриль смотрит сквозь вас а еще раз то же самое офигеть то есть я по что да вы чё смеетесь налево нахрен а что это это о господи так погодите мне сказала сказал фрогер что вообще могу какой не очень никто так у нее белый помни сказал что я иногда могу щитить белых как вот я себя пощаду применю она многоточие сделала смотри так погодите это интересно она отреагировала хоть как-то а еще раз смотрите два многоточие неужели а смотрите видите не всегда разговоры пощадить так так пока изменение так я предлагаю немножечко скушать монстру конфета да опасно тут такие атаки что черт подери вообще что делать еще раз пощадить вопрос мужики надо просто пить и я сейчас теряю время и хп только зря торриль действует отстраненно так это наверное хорошо что ты делаешь она заговорила так все понятно короче говоря мы делаем все верно или нет или битву надо может быть на типа специально битву типа нас как бы обучить пощады так кстати пощадить сажайся или беги а она пока иметь смотрите видите она постоянно реагирует на это как то что ты хочешь этим доказать и что я мужик странный способ знаю но почему бы и нет торриль готовит магическую атаку сражайся или уходи а понятно так это плохо ой это плохо потому что она один и тот же текст начала использовать так вещи монстра конфета отлично 10 аз прекрасно ой 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 ага так я уже немножко привыкаю так опа по-другому прекрати это а где вторая рука так понятно только с одной торриль делает глубокий вдох прекрати на меня так смотреть отлично она изменила выражение лица смотрите как тут монстр который таракан и цикло видите торриль смотрит сквозь вас походу по уйти то пропусти меня кобыла я не знаю что я делаю может быть надо просто драться а вы как идиоты сидим и это делаем но я добью ой блин опять то же самое походу это просто так блин пипец да нет я я до упора погодите вы видели что сейчас было я на секунду подумал что это баг видел исчезали надо мной атака это либо знаю ты хочешь домой но да ладно чё получилось а что делать час говорить может быть иронично но по а смотрите ничего не происходит но пожалуйста иди наверх обещаю что хорошо позабочусь о тебе знаю у нас многого нет но у нас может быть хорошая жизнь здесь почему ты все усложняешь пожалуйста иди наверх офигеть я рад что это сработал если честно я подумал что нам надо типа обязательно драться и мы типа ее в итоге получается убьем оказывается нет и это кстати говоря охрененный опыт то есть видите можно еще просто пощадой задалбливать жалко не правда ли я не смогла спасти даже одного ребенка нет я понимаю ты просто будешь несчастным застряв здесь внизу руины становятся очень малы когда только как только ты начинаешь осваивать их будет неправильным для тебя расти вместе подобному этому мои ожидания мое одиночество мои страхи ради тебя мое дитя я отодвину отодвину их назад если ты и правда хочешь покинуть руины я не буду тебя останавливать однако когда ты уйдешь пожалуйста не возвращайся надеюсь ты понимаешь коровкам ну коза то есть на я буду за коровкой прощай мое дитя блин это так погодите а если я с ней сейчас поговорю во первых хочу сохраниться на всякий пожарный и и может быть мы с ней поговорим друзья спасибо большое фрогиту который сказал мне что я могу так тут ничего что я могу пощадить с белым с белым именем некоторых иногда тебе придется пощадить с белым вот реально я уже я уже вот прям думал надо атаковать я подумал что просто идет повтор за повтором знаете просто мы перебираем диалоги и ничего более а куда она вообще ушла то а ее вообще нет а может быть она вышла туда ща просто я просто перепроверю на всякий пожарный чтобы быть быть уверенным короче говоря может быть она вышла туда на балкон вот на этот справа а если я сейчас с ним поговорю а ну понятно то же самое никаких изменений хорошо ну-ка нет ее здесь нет но я просто решил проверить а вдруг короче с ней нам не получится поговорить снова давайте только вот еще вот тут проверим и все ну так навязать пожарный ну да ничего друзья наверное вот здесь мы с вами и остановимся я надеюсь вам понравилось в общем не стал убивать я нашу козочку видите додумался я все таки использовать пощаду все таки подсказки здесь в этой игре я уже понял как устроена игра что надо слушать каждых персонажей здесь не просто диалоги они дают какие-то подсказки и здесь такие мини головоломки везде разбросаны в общем теперь мы это во время прохождения будем иметь ввиду и видите можно запощадить я скажу так противников противников своих даже если не работает какие-то разговоры но мне так кажется это можно использовать видимо только с боссами такая штука прокатывает потому что видимо обычные монстры к ним ко всем есть какой-то подход в любом случае я надеюсь вам понравилось давайте еще раз сохранимся вот наше прохождение сегодняшнее ставьте лайки друзья если так вы этим очень сильно меня поддерживаете надеюсь вам все это безумно понравилось как и мне не хворайте не болейте у нас есть группа вконтакте группа в стиме есть канал на твиче там проходят прямые трансляции второй канал на ютюбе где вкладываются их записи есть также у нас сердце с вами друзья много чего есть все ссылки в описании под видео заходите наслаждайтесь и так далее все всем пока вот это будет ребята задница ой это будет консервы собери дурак нет ох это будет задница я понял еще и такое маленькое количество чекпоинтов друзья сидят серошиной на свидание не пойдешь да девушки тоже так на свидание ходит о волосы нормальные стали очень странно ооо да здесь это еще одна штука кстати говоря нам как раз осталась последнюю часть розы